Муку из фонда госматрезервов распределяют среди нуждающихся по списку, выданному территориальными социальными управлениями. Для этого в Южной столице открыто семь пунктов раздачи. В нашем округе для 427 граждан выделено 427 мешков муки. Их мы распределяем строго по списку. Чтобы получить гумпомощь, необходимо иметь при себе только документ, удостоверяющий личность. А людям с инвалидностью сотрудники территориального управления сами осуществят доставку. Мы получили один мешок бесплатной муки. Даже это для нас будет хорошей помощью, учитывая нынешнюю ситуацию. Такую поддержку оказывали и во время пандемии. Поэтому спасибо государству. С 20 марта жители города смогут приобрести сахар и растительное масло по выгодной цене в торговых центрах Ак-Ние. Цена за килограмм сахарного песка установлена в размере 70 сомов, а масло – 130 сомов за литр. Первой партии будет доставлено 40 тонн сахара и 50 тонн растительного масла. Продукты будут реализовываться в торговых точках города по специально принятым правилам. Мэрия планирует открыть 8 социальных продуктовых магазинов. Отметим, на учёте состоят более 2000 семей, нуждающихся в социальном обеспечении. «В этих магазинах будут продавать продукты первой необходимости по значительно сниженным ценам. Мы постоянно будем отслеживать и контролировать стоимость товаров». В крупных торговых точках и рынках введён порядок по недопущению оптовой продажи социально значимых продуктов. Служба антимонопольного регулирования ведёт контроль и мониторинг, чтобы не допустить создания искусственного дефицита продуктов. Для продавцов, которые будут повышать цены, предусмотрены штрафы.